Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале вязания и я, меня зовут Юлия. Пришло время поговорить о самом важном. А что для нас важно? Конечно же, наше творчество. Я к вам не с пустыми руками сегодня. У меня на самом деле завершены все мои проекты, которые были в работе. У меня уже их очень много собралось, и я никак их вам не покажу. Но этот день обязательно настанет, потому что наконец-то у нас два дня. Мы дышим просто по-человечески. У нас спала эта адская жара. Очень комфортно и надышаться не можем. Такая погода, я ее обожаю, когда прохладные ночи, а днем светит солнце, прогревается воздух. Тепло-тепло. И мы все по-прежнему ходим в одежде летней, конечно же, потому что ни о каких кофтах, куртках речи быть не может пока. Но в ближайшее время я, конечно, соберусь на фотосессию и покажу вам все мои готовые работы. А у меня моих три, и одна готовая работа это с Сашиной. Я показывала вам начало вязания жилета. Друзья, он большой. Ну, чтобы вы понимали, да, но мне вот он, вот до каких пор. Я не могу вам показать фотографии на Саше, потому что он сказал, раньше зимы вообще не подходи ко мне с этим вопросом. Ему жарко, это он будет стоять психовать. Я буду психовать вместе с ним, поэтому я покажу вам изделие на плечиках. Вот такой красивый узор. Вот так обработана горловина. Я не делала никакую ложную кетлевку или кетлевку в карман, как говорят, да, при вывязывании, обработке горловины. Почему? Потому что я была в условиях ограниченного количества пряжи. Я была уверена, что мне ее не хватит, если честно. Но, слава богу, я поместилась. Без малого у меня ушло полкилограмма пряжи на размер 56-58 смелый 58-й. Потому что у нас с ним был уговор. Ты мне свежий жилет такой, чтобы он был на мне просторный, чтобы ничего меня не обтягивало. И чтобы он меня не колол, не душил и так далее. Все, как сказал. Но, касательно пряжи, друзья, вот такая пряжа, если кто-то не видел. Это Ярнарт Милана. Покупала я эту пряжу в магазине Ярн21. Здесь состав 8% альпака, 20% шерсть, 8% вискоза и 64% акрил. Пряжа для чувствительной кожи может иметь колкость. Но из нее прекрасно вязать изделия, которые надеваются на что-то. Если это свитер на футболку или лонгслив, если это жилет, то он тоже надевается на рубашку, на водолазку, на что-то там еще. Кардиганы, кофты. Пряжа мне нравится. Ни одного узла в матке мне не встретилось. Никаких переходов, перепадов оттенком у меня не было. Прекрасная упаковка пряжи была. Ну, в принципе, я уже не первый раз ею работаю и у меня не было. Просто я слышала у других блогеров, что встречаются узелки в матках. У меня таких проблем не было. Я эту пряжу покупала еще как только Ярнарт выпустил новинку этой пряжи. Мне она нравится. Стираю ее в машине. Отжимаю на 800 оборотов. То есть, ну, ведет себя идеально. И с носу ей нет. У меня ребенок относил два сезона свитер. Не два сезона, а два года получается, да. Свитер. И просто вырос с него. Можно было носить и носить. Я не могу сказать, что она совсем не пилингуется. В любой пряже пилинг есть. В этой пряже пилинг тоже есть. Он абсолютно незначителен. Я бы сказала, что вот если не присматриваться, его и не видно. Вот. То есть, пряжа мне нравится. Я ее работаю с удовольствием. У меня есть еще цвета этой пряжи. Поэтому я буду ее в любом случае извязывать. Здесь самая простая модель. Я, когда начинала вязать, я спросила у вас, друзья, нужен ли вам мастер-класс в формате описания этого жилета. Благодарю, что вы сказали, что не нужно. А это значит, говорит о чем? Говорит о том, что на моем канале все профессионально, прекрасно вяжут. И я этому очень рада. Вот. Поэтому вы меня избавили от лишней работы. Это просто я вкратце рассказываю вам. Но никакого, естественно, я ничего не записывала, потому что я получила отклик от своих зрителей. Я поняла, что не нужно. Но вы меня попросили дать схему узора вот этого. Но узор, правда, фантастический. Узор очень-очень красивый. Посмотрите, пожалуйста. Он смотрится замечательно. Схему вы сейчас увидите на экране. Но я вам должна сказать. Есть особенности вязания этого узора. В чем они заключаются? Смотрите. У меня перед изделие связан узором. А спинка изделия у меня связана просто лицевой гладью. Плотность вязания узора отличается от плотности вязания лицевой глади за счет того, что в узоре имеются ряды, провязываемые платочной вязкой. Поэтому я хочу вам просто подсказать, чтобы вы не начали махнуть мужское плечевое. Не обратите на это внимание. Поэтому, чтобы избежать контраста, задирания вверх, передней части изделия, за счет того, что плотность разная, вы должны будете провязывать этот узор. Если, конечно, не полностью вы будете вязать вперед и спинку этим узором, тогда проблем нет. Если вы будете делать, как я, например, гладь по спинке и узор по переду, вы должны понимать, что необходимо будет переднюю часть провязывать укороченными рядами. Для чего? Для того, чтобы не возникало, у вас может просто получится так, что низ вот так будет висеть, а это будет подпрыгнуто. Понимаете? А мужчины, как у меня тоже, хотя он и спортом занимается, живот у них имеется. У основной части, помимо того, что узор подпрыгнет, необходимо, конечно же, вывязывать вытачку. У меня здесь все вывязано. Этого абсолютно не видно нигде по изделию. И укороченные рядами я провязывала. Я ритм не буду вам говорить, потому что у меня одна плотность, у вас другая. Вы все узнаете, вы все умеете, сможете это рассчитать сами. Вяжем образцы, снимаем плотность, рассчитываем, сколько раз вам необходимо будет развернуться, на каком участке. Вот, поэтому имейте в виду, либо вы, если вы не хотите вязать укороченные ряды, хотя вы все равно от них никуда не денетесь, в любом случае необходимо вывязывать вытачку. В любом случае, потому что, ну а как, а как по-другому? По-другому живот у нас будет открытый. Вот, поэтому вот немножечко вам вот такой вот информации я дала. Схема сейчас появится на экране. Так, что еще? Резиночки у меня связаны в изделии 2х2. Самые простые закрытия у меня были с помощью протяжки и по горловине, и по обработке пройм, и по нижней части изделия. Я набирала петли длинным хвостом. То есть, все-все абсолютно простенько. Здесь как бы никаких наворотов нет. Но за счет того, что это изделие большое, да, если я его надену на себя, это мне почти платье. Вот, большой размер, высокий муж у меня. Но, таки при жаре я его связала, и я с собой довольна. Дальше, друзья, я хочу вам показать, что же я купила. Как вы думаете, что же я могла купить? Конечно же, я могла купить. А, подождите, подождите. Что, думаю, я хотела рассказать? Хотела рассказать про спицы, которые я получала в подарок от Анюты на свой день рождения. Спицы AdiClick, новл. Я решила при вязании жилета использовать эти спицы. Мне хотелось проверить, как работает система AdiClick. И если вы посмотрите внимательно, вы, наверное, ничего не видите, да? Вот, вот он, переход есть небольшой. Я переживала, что в процессе вязания этот переход будет цеплять петлю. Идеально, идеально, ничего не цепляет, прекрасно. Единственное, что скольжение, как только я начала работать, было слабым. Спицы были не отполированные. Вывезав буквально 200 грамм пряжи, все отполировалось. Идеальное скольжение, идеальные кончики. И удивительно, но они у меня даже, ну, хотя это четвертый номер, они у меня не погнулись. Вот, у меня не гнутся только Чиагу. Все остальные у меня гнутся. Спицы, вот так вот я вяжу. Вот я их хватаю мертвой хваткой, по всей видимости. Я вяжу не туго. У меня петля по спице плотность. Ну, в общем, испытания спицы прошли. Мне очень понравились. Анюта, тебе отдельное большое еще раз спасибо. Работать одно удовольствие. И когда я получила эти спицы в подарок, я вам сказала, что у меня есть ново, но спицы круговые, да, без системы AdiClick. И мне, я вам сказала, что мне кажется, что вот здесь леска мягче, в наборе мягче. Действительно, леска мягче. Я не ошиблась, леска мягче. И у нее меньше памяти. Память, конечно, имеется, но не критичная. Вот смотрите, да, абсолютно не критичная. На круговых спицах все-таки леска, она пожестче. И памяти больше в ней. Вот, поэтому спицы классные. А теперь я вам расскажу, что я купила. А купила я, я не удержалась. Я же вам сказала, что я пошла за пряжей на шапку для Славика и купила, как всегда, для себя. Сейчас я вам буду показывать, только в обморок не падайте. Скажите, что я свихнулась на одних и тех же оттенках. В этот раз я пошла в свой любимый магазин, которому я не изменяю. Это магазин Ярм21. И его хозяин Дмитрий, очень отзывчивый человек. Фантастически работает, мне нравится. Там столько, а там столько завоза было Газала и Ланагата. Да, я вновь приобрела пряжу для себя. Первая, о которой я не устану говорить, что мне она очень нравится. Это пряжа Газал Супер Кид Махер. Мне настолько нравится вот этот Махер на подмод. Я не вязала из него отдельно паутинки там или что-то еще в этом роде. На подмод он делает такое благородное полотно, вот этот Махер. Он мягкий, он фантастический. Друзья, если кто-то не знаком с этой пряжей, я вам сейчас назову характеристики. В 25 граммах 237 метров. То есть расход получается пряжи небольшой на изделие, прямо замечательно. Так, здесь что у нас в составе? Друзья, ну пошуршать придется немножечко. Надеюсь, вы не обидитесь. В составе 22% полиамид, 31% Супер Вош Мерина Файн и 47% Супер Кид Махер. Практически натуральный состав. 22% Махер на полиамиде. Он не имеет длинной ворсы, у него небольшой пушок. И вот на подмод это просто фантастика. Друзья, я вам могу его рекомендовать. У меня уже сколько этих цветов, сколько я ими работала. И работаю, и буду работать. Я взяла этот Махер на подмод, на мое следующее изделие. Я вам расскажу обязательно о моих планах, но не на сентябрь, а на всю осень. Вот этот Махер, он мне очень-очень был нужен. Я за ним шла целенаправленно. Цвет, он называется в палитре оранжевый. Но, в моем понимании, этот цвет тыквенный. Он не яркий, он абсолютно правильно сейчас передается на камеру. Волшебный. Я вам сейчас назову номер цвета 64419. Могу, буду рекомендовать вам, буду из него вязать. Поэтому, и уже какой сезон? Уже, получается, третий сезон пошел, как вышла вот эта вот пряжа у производителя Газал. И третий сезон я его покупаю, покупаю и покупаю. Меня это не разочаровывает, эта пряжа. Так. Дальше. Шапка. Мне нужна была шапка. Я заказала вот такую пряжу на шапку моему Славику. Это Ланагата. Называется Макси Софт. Производство Италия. Цвет обалденный. Знаете, немножечко светлее передается вам на камеру, чем на самом деле цвет петрольный. Фантастика. Как-то больше вот такой цвет. Он темнее, чем я вам показала. Вот. Значит, цвет номер, скажу вам. 14527. Ну, когда я увидела эту пряжу, я же, конечно, пошла по всей линейке Ланагата, которая есть в магазине Ярн 21. Значит, какие здесь параметры у этой пряжи? Здесь 50 грамм моток, 90 метров. То есть, ниточка достаточно толстенькая. Производитель рекомендует нам спицы номер 6. Но для шапки на шестерке, конечно же, вязать эту пряжу я не буду. Я думаю, что буду вязать. Ну, я не знаю, надо отвязывать образцы. Я посмотрю состав. Я же вам не назвала состав еще, да? Ну, это стопроцентная меринусовая шерсть. Экстра файн. Я ничего не... Верджин. Верджин. Я самое главное забыла. Верджин. Это отдельная история. Это моя любовь большая. Пряжа бесподобная. Мягчайшая. Фантастическая. От нее не хочется отрываться. Тактильная. Невероятно приятная. На все. На шапки, кардиганы, джемпера. На все, что угодно. И даже для самых маленьких могу рекомендовать эту пряжу. Восхитительная. Я взяла всего 3 маточка. Я думаю, что я должна уложиться на шапку. И причем мы со Славой разговаривали. Он выбирал этот цвет. Это не мой выбор. Вот. И он сказал. Мам, ты мне только без всяких узоров. Я говорю, какой? Я думала, резиночка один на один ему связать. Да, чтобы она так хорошо прилегала. Он говорит, нет, мам, совсем без узоров. Я показала ему гладь. Он говорит, да. То есть лицевой гладью будет самая простая шапочка лицевой гладью. Должна поместиться в 3 мотка. Очень на это надеюсь. Но единственное, я, конечно, наверное, буду ему с отворотом вязать. На двухслойную, я не знаю. В общем, я посмотрю. Я планирую начать вязать ее сверху от макушки вниз. И буду смотреть, каким количеством я располагаю. Хватает, не хватает. Или будет двухслойная у меня шапочка лицевой гладью. Или у меня будет просто шапочка с отворотом. Ну, вот. Вот так. Дальше, друзья. Ну, вы же понимаете. Когда я уже увидела эту пряжу, я не смогла остановиться. Я думаю, ну, надо же посмотреть, что же там есть еще. А еще. Друзья, вы видите этот цвет? Горчица. Ну, я так ее люблю. Я не могу пройти мимо нее. Не могу просто. Это то же самое. Супер софт. То есть, это макси софт, а это супер софт. Здесь метраж в 50 граммах 125 метров. Ну, классно же. Производитель здесь рекомендует нам спицы номер 5. Я пока еще не знаю. У меня, в общем, крутится мысль по поводу вот этой пряжи, да. Но я буду вязать не однотонное изделие. Об этом тоже я вам расскажу в следующем видео, когда буду показывать вам не то чтобы планы, а мои желания о вязании изделий осенью. А там как пойдет. Вот. Ну, это же, понимаете, друзья. Это не тот цвет, который я показывала в прошлый раз. Я вам сейчас возьму моточек. Я вернулась. Смотрите. Вы видите? Это я вам показывала в прошлом видео. Тестировала вот эту пряжу. То есть, это олива, а это горчица. Ну, класс. Ну, я не знаю. Это осенние мотивы, осенние оттенки. Все. Я не могу. Я умираю. Я хочу только их и больше ничего. Вот. Значит, цвет здесь 144,68. В 50 граммах 125 метров. Я вам уже это, по-моему, сказала. Она просто восхитительная. Она бесподобная. Причем, друзья, я не знаю. Это вот в прошлом видео показывала вам Экофил. Они абсолютно разные тактильно. Абсолютно. И выделить из них, какая лучше, какая хуже, я не могу. Они обе на высшем уровне. Они, вот знаете, единственное вот отличие, которое первое тактильно мне представилось. Я вам в прошлый раз сказала, что вот это Экофил, а не прикасаешься как к живой. А вот это тоже как к живой, но она более шелковистая. Она не имеет какого-то блеска там, нет. Но она более шелковистая, более гладкая, что ли, вот эта вот пряжа. Восхитительная. Просто восхитительная. Конечно, я буду вязать образец. Конечно, я буду тестировать ее. Обязательно вам расскажу об этом, что она из себя представляет. Как она себя ведет. Какие узоры она держит, какие не держит. Здесь крутка совершенно не похожа на крутку Экофила. По Экофилу, у кого есть вопросы, вы можете пройти в видео, посмотреть. Я показала абсолютно подробно. Здесь крутка не похожа. Метраж одинаковый, одной и второй пряжи. Но вот это вот, ну тоже, я не знаю. Я могу тоже рекомендовать ее даже вот с первого прикосновения всем. И для маленьких, и для больших, и даже для мужчин вредных наших, но самых любимых. Вот эта пряжа очень-очень-очень достойная. Вот такие были у меня покупочки. Кстати, ссылку на магазин Ярн21, возможно, кто-то не знаком с ним, я оставлю под этим видео. Вы можете даже там задать какие-то интересующие вас вопросы. Если вы заходите на сайт, вверху, в правом верхнем углу, у них есть номер телефона, также есть WhatsApp, ссылочка на Instagram и так далее. Вот, меня часто бывает интересуют вопросы, но я уже давно общаюсь с Дмитрием. И у меня есть в WhatsApp с ним переписка. И вот в случае чего я задаю ему вопрос. Короче говоря, магазин замечательный, чудесный. Промо-кода у меня там никакого нет. Но ссылку на сам магазин я оставлю. Там очень много, большой ассортимент турецкой пряжи, различных производителей. И Газал, и Ярнард, и Ализе. В том числе есть пряжа и элитных составов, например, такая, как Ланагата. Пряжа очень-очень-очень достойная. Вот, друзья. А о том, что я буду из нее вязать, и я вам все расскажу обязательно в следующих видео. А на сегодня я с вами попрощаюсь. До скорых встреч в следующих видео. Всем пока!